В первой части нашего мастер-класса волейболисты Зенита досконально разобрали и показали основные элементы при атаке первым темпом. Сегодня вашему вниманию основные комбинации, типичные знаки для заказа, а также маленькие волейбольные хитрости. Существует несколько видов комбинации комбинационной игры. Это заказ-взлет, заказ-зона, заказ-2 и заказ непосредственно на голове. Это вот основные четыре вида комбинации. Заказ первого темпа, он определяет темп атаки, да, идет. Но заказ это существует для всех. Для пяти человек, которые участвуют до четырех, да, там, в атаке. Планируют, да, скажем так, свою атаку, да, то есть пайп там, если идет пайп, он уже знает примерно, куда он пойдет. Джесс Крайд, он видит, что я заказываю зону, он знает, что можно пойти быстрее, потому что он будет играть зона над зоной. Звучит так сложно, но на самом деле это все по умолчанию. Тысячу раз это играешь и этот. Заказ-взлет, это играется непосредственно в близости связующего. Сейчас мы будем играть комбинацию взлет, показывается он в нашей команде вот так. Можно показать за спиной, да, комбинацию, можно майку там, ну просто, чтобы не видел центральную. Понятно, он увидит комбинацию уже после приема. А если он увидит заранее до приема, тут можно уже там пообщаться, указания дать своим блокирующим. Так что поэтому надо прятать, конечно, комбинацию. Взлет, как вы видели, я пришел близко к связующему. Как вы видели, я разбегался из-за трехметровой линии, делал один резкий шаг. И до этого, чтобы подобрать к Саше расстояние, я делал короткие шаги и один взрывной быстрый шаг. И выход, прыжок. Заказ-зона играется довольно-таки широкое расстояние от связующего, примерно где-то метра два. Вот так вот, да, футболочки закрыли. Можно вот так. Можно два стола просто. Можно вот так, пострелять. Очень распространено в разных командах, да, там, садить человека за спину, там, да, который все время ходит, там, команда меняется, и он там передает комбинацию, там, тренеру. На высоком уровне, когда играешь, там, какие только там не бывают на уловке, там, лишь бы, если это помогает, там, один-два мяча. Чаще всего при игре равных команд может решить любой нюанс. Играем заказ-зона. У меня это был заказ-зона. Сначала я оценил траекторию приема Валентина, понял приблизительно, куда полетит мячик, и уже от этого отталкивался. Так же, в данном случае мне не требовались никакие лишние шаги, чтобы выйти на позицию. Поэтому я сделал один резкий шаг, рывок, назовем его так, и уже непосредственно прыгал и бил. Зону можно играть по расстоянию, а можно играть в точке. Кому как удобно, центральному договариваешься в начале сезона. Если играем по расстоянию зоны, то в зависимости от приема, мы держим дистанцию примерно 3 метра. Можно играть в точке, да, вот договориться, независимо, там, где прием. Вот я буду все время сюда идти, там, в эту точку, и все, там, прием там, там, я все время в одной точке. Заказ 2, это играется с отпрыжкой от связующего, примерно на полметра. Александр, показывайте заказ 2. То есть заказ 2, 2, да, или там взлет от себя. Немножко открывают, то есть пробрасывая, чтобы мяч чуть-чуть пролетает, и он мог там увести от блока. В данном случае, там, по первой зоне сыграть. Ну, как правило, по первой зоне. Где-то полметра я отпрыгиваю от Александра, чтобы для комфортного удара в первую зону. Да, вот сейчас вот Артем играл 2 от тебя, но он бил, ну, уже не по первой зоне. Выкрутил вправо, получается, это, ну, достаточно сложно. Да, по пролетающему мячу, который уходит влево, всего нужно выкрутить вправо, там, ну, это, ну... Все делается для обманки, скажем, центрального соперника. Да, это вход в зону называется. Ну, по-разному, да, вход в зону называется. Все эти комбинации играются для второго темпа. То есть первый темп, он тоже участвует, но больше в отвлекающем каком-то действии. Показывали вот так иногда, показывали? Вот так, да, вот так. Обычно, да, вот так. Первый темп пойдет в зону, а второй темп, да, игровщик показывает, что он будет играть, там, допустим, ну, зона над зоной. И в последний момент он убегает вправо, играет в освободившемся пространстве, да, вот здесь, вот метр. Это рассчитано на то, что Артем поднимет блокирующего центрального, а здесь освободится зона. То есть, по сути, на чистой сетке, да. Играли с Динамо Ленобластью, и вот такой момент, да, Леон, когда подвернул голенстоп, это был вход в зону. Ну, или крест. Крест еще можно играть, когда идет, допустим, диагонально. Разбегается с передней линии здесь обычно, да, первый темп идет на взлет. Вместо того, чтобы там играть с этого края сетки, да, он бежит в центр, там, и играет метр за первым темпом. Обычный взлет сзади, это я делаю якобы движение сюда, как будто иду вперед перед Сашей, перед следующим, как будто на обычный взлет. После этого я одним шагом ухожу за голову, для того, чтобы опять-таки запутать центрального соперника. Волна – это та же самая зона на зоне играется. Это когда идет центральный заказ зоны, вот это два метра от связующего, и практически за ним сразу же взлетает крайний нападающий и сбивает в каких-то сантиметрах чуть выше центрального. Марита играется, если центральный соперник очень сильно привязан, ну, допустим, ко мне. Тогда центральный соперник, как правило, прыгает до передачи, выполняя все те же самые действия, как на обычный взлет на голове, но при этом в последний момент я остаюсь на земле, делаю рывок как будто. Он в этот момент прыгает, пасуется такая полуметровая передача, в момент опускания центрального соперника я должен атаковать и забивать этот мяч. Игру в нашу там «Сады Крузеры», вот они заканчивали в Марита играть в несколько партий при счете, при равном счете. Все зависит от связующего, наверное. На самом деле сейчас просто все центральные достаточно высокорослые, да, даже тот же Артем Вольевич, да, и ему, в принципе, не надо подниматься с первым темпом, он и стоя, я думаю, сможет закрыть эту передачу. И на игре на пайпе он приземляется с первым темпом, оставляя руки и блокирует пайп. Хочу сказать, что первый темп – это действительно очень сложный элемент, именно атака, блокирование, все это зависит от многих людей, это один из сложнейших элементов волейболя. Мне кажется, что это самый сложный упло, какая-то смекалка, знаешь, ну, уже видно, как человек думает, еще может даже поболее, чем у пасующих там, потому что здесь, ну, работы очень много, конечно. Играть вместе, не курить, вести здоровый образ жизни, верить в своего партнера, даже если он Валька. На этом наш мастер-класс подходит к концу. Надеюсь, это видео поможет кому-то стать хорошим первым темпом. Играйте в волейбол почаще, и пусть у вас все будет получаться. Также приходите на наши матчи и борейте за «Зенит». Пока. Пока. Удачи. Пока.